Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Тампери, Свиняндия. Это видео будет по просьбе трудящихся. Отвечаю на вопрос моей подписчицы. Она сейчас была на практике. И вот там такой активный работодатель, который проявлял к ней симпатию, не симпатию, но странно, конечно, себя вел. И она, выходя из холодильника, он попросил, дай-ка я потрогаю твои руки, замерзла ты или нет. Ну, что я ей отметила? Конечно, шаг назад и скажи, что руки у меня теплые, все в порядке. Да, сначала попробует, попросил потрогать руки, что он в следующий раз попросит. Одному Богу известно, сразу нужно ставить вот так, как говорится, человека на место, хоть бы как бы он любезно себя не вел, всегда шаг назад. Да, конечно, всякие работодатели есть. И если ты покажешь вот свою эту слабость, неизвестно, что, как говорится, из этого выйдет. Не надо, не надо никогда вот близо-близко-близко-близко сразу шаг назад. И действительно, лучше вот так себя вести. Ну и когда вы идете на собеседование, был задан вопрос. Оля, вы часто говорите, что работодатель не имеет права спрашивать, что именно вот конкретно. Ну и я решила записать ролик на эту тему, может быть, действительно кому-то будет интересно. Ну и первое, это, конечно, семейное положение. Да, есть работодатели, они настолько любопытные. Они заходят и в соцсети посмотреть, кто вы, что вы, чем вы дышите. И хороший пример, когда я работала в доме престарелых, девчонки гуляли и вот так вот догулялись, что одна упала лицом на асфальт, сломала передние зубы, у нее были сломаны очки. И вот это все было в Фейсбуке вместе с фотками. Ну, конечно, да, работодатель узнал, что вот ты так отдыхал и почему-то на больнике после этого. Конечно, все нужно, знаете, как говорится, контролировать, если ты устраиваешься на работу. Нужно ли все свои похождения выкладывать в соцсети. Семейное положение не имеют права спрашивать. Замужем, не замужем, собираешься, разводишься и так далее. И с кем живешь? Живешь ты же с мужчиной или с женщиной? Тоже таких вопросов близко к телу задавать нельзя. Если такой вопрос поступит, можете просто пропустить его вот как бы мимо, как говорится, ушей. И если вы не отвечаете, значит, работодатель понял, что слишком близко к телу он подошел. Ну и следующее вероисповедание тоже никого не должна интересовать, нежели у вас такая есть. Нельзя, как говорится, спрашивать, что у вас за вероисповедание. И я помню, когда мой старший сын работал вот на такой работе, он клал кирпичи. То есть вот эта дорога, стелили дорогу этими камнями, наверное, не кирпичами, а камнями. И там были люди, которые вот действительно и днем не пьют, не едят. И можете себе представить, да, ты такого человека никогда не знаешь, какую вероисповедание они, как говорится, во что они верят. Но вот такие работники тоже были. Конечно, это большая проблема, если жара и целый день вы, как говорится, на корточках кладете эти камни. И вот такие работники, которые днем не пьют и не едят, конечно, в обморок тоже можно грохнуться. Но опять же, когда нанимали на работу, это совсем, как говорится, другая вера. Точно так же, как многие не обсуждают, например, если у них какие-то праздники регулиозные, они не могут выйти на работу. Но это тоже, как говорится, все нужно обсуждать заранее. И где вы живете, тоже, если, конечно, адрес вы сообщаете, то это все понятно. Но где вы живете, в квартире, в доме и так далее, и так далее, тоже, как говорится, никому никакого дела не может быть. И многие не сообщают свой адрес. Здесь они берут, как говорится, вот просто почтовый адрес, и почта им приходит вот в такую, как говорится, в окошко. Ну, такое тоже можно, если вы не хотите рассказывать, где вы живете. Ну и ваши политические убеждения. Да, конечно, Финляндия вот такая страна. Я про это тоже много раз говорю. Мы в нашей семье, вот сколько нас, человек 4, и у нас у каждого есть свое мнение. И сейчас мы ходили голосовать эур-парламент, то есть, вот, как говорится, все голосуют страны Европа-Униона. Мы тоже ходили. Я сразу сказала, у меня уже кандидат есть. Так что, если вы, как говорится, пойдете голосовать, меня переубеждать не надо. У меня уже, как говорится, вот этот номер в голове. Я знаю, кому я свой голос дам. Ну, и точно так же нельзя спрашивать, курите вы или пьете. То есть, вот это тоже под большим табу. И я помню, когда я работала в доме престарелых, есть девчонки, которые курили, и, как говорится, выходить в смену с рабочего места нельзя. И поэтому это была большая проблема. Кто-то бегал, вот, действительно, как-то у форточки пытались курить. Но это быстро выявлялось, потому что, да, конечно, запах есть. И поэтому девчонки клали под щеку вот этот нюхательный табак. Нушка называется по-фински. И, конечно, вот с этой нушкой они ходили, потому что курить нельзя. Это, да, это большая проблема, если ты куришь. И, как говорится, работодатель запрещает выходить с рабочего места вот на эти перекуры. Да, это всегда, как говорится, большой минус. И наоборот, если ты говоришь при вот этом собеседовании, что ты не куришь, это всегда плюс. Потому что, да, вот так взял кофейную кружечку, пошел перекурил. 10 минут, 15 минут, потом через час ты опять кофейную кружечку пошел перекурил. И когда смена кончается, 8,5 часов, сколько раз этот перекур. То есть, конечно, да, бывает час, бывает и полтора часа, вот только на перекур. И много раз люди ходят компаниями, то есть, как говорится, курят, пьют кофеек, чешут лясы. И 15-минутный вот этот тупак-катауку, перерыв на перекур, может продлиться и дольше. Поэтому вот такие ограничения тоже есть. Но, опять же, спрашивать про это работодатель не имеет права. Ну и, конечно, у молодых людей спрашивают всегда про армию, служил, не служил. Работодатель спрашивать не имеет права. Это личное дело каждого. Ну и следующее, это профсоюз. Да, вступил ты в профсоюз или не вступил. Уже ты давно вступил в профсоюз или только еще собираешься. Про это тоже спрашивать работодатель не имеет права. И я помню, я только пришла на работу и было сразу объявлено, что будет лапко. Вот это забастовка. И все, кто, как говорится, не состоял в профсоюзе, они делали лист, им давали смены. Потому что кто состоял в профсоюзе, они на работу выходить не имели права. Слава Богу, что у меня тогда была еще школа. Поэтому я, как говорится, отошла от этого свят, свят, свят. Но я знаю, что многие, которые бастовали тогда, они, как говорится, не выходили в это время на работу. Ну и планирование семьи. Это вообще отдельная история. Да, некоторые работодатели, если вот такая молодая девушка приходит с круглым лицом, с круглой попой, с круглым животом, конечно, да, будут, как говорится, наводящие вопросы. Но в лоб тебе никто не может задать вопрос, ждете вы ребенка, планируете ли вы ребенка, или вот через два месяца вы выходите в декрет. И я помню, когда я работала в доме престарелых, там пришла вот такая девушка, и она честно сказала, что она ждет ребенка, и ее просто, как говорится, да, наказали только из-за того, что вот она так честно рассказала, ей сделали договор только на 6 месяцев, и отработав 6 месяцев ей не продлили, и она вот осталась, как говорится, безработная. Вот эти два месяца она бы отработала и получила лучше бы декретные. Вот никогда ты не знаешь лучше рассказать правду или скрыть эту правду. То есть, ну, вот как лучше сделать. Да, она рассказала честно, и вот на два месяца попала, так бы она работала до конца и получила лучше бы декретные. Ну, и если вы вот действительно молодая, только вы вышли замуж, то есть у вас появилось обручальное кольцо, никогда работодатель, подписывая договор, не может спросить, планируете вы детей, планируете вы декретный отпуск, планируете вы то, сятое, десятое. Да, конечно, всегда большая проблема, молодые хотят детей, и многие делают, как говорится, вот как постановка, то есть они рожают одного, они сидят с этим ребенком три года, потом они рожают второго, опять сидят три года. И если вот четверо детей женщина рожает, 12 лет она не работает, но она все равно числится вот в этом месте, как бы в декретном отпуске. То есть можете себе представить, да, конечно, это большой минус работодателю, то есть ты никогда не знаешь, когда этот человек обратно выйдет на работу, потому что это его рабочее место, и уволить вы такого человека не можете. Ну, и так как многие хотят этих детей, да, вот они берут рабочее место, у них есть пакет унин, тюопайка, вот такое постоянное рабочее место, и потом они начинают рожать через каждые три года. Но, с другой стороны, дети это такое, как говорится, счастье, мы не можем сказать, рожайте или не рожайте, люди решают сами. Но работодатель может, конечно, намекать, намекать и заходить в социальные сети, смотреть, какие у вас планы. Да, теперь в социальных сетях можно найти все, что угодно. Конечно, люди в этом плане неосторожны, они выкладывают, как говорится, все, вот будьте любезны, все подноготное. Я сама удалила фейсбук, я удалила себя, и после этого не стала заходить, и даже неинтересно, как говорится, смотреть, что кто делает, кто что показывает. Ну, и нужно ли рассказывать лишнее? Нет, я считаю, что лучше правду рассказывать, чем не досказывать, и я хороший пример. Да, я сейчас ищу работу, но это, конечно, всегда вот такой, как говорится, минус, что я не могу делать ту работу, которую наверняка бы делали все остальные. То есть я боюсь крови, и я это, честно, всегда озвучиваю, что верим пелку, и тогда спрашивают, ходили ли вы вот на такие курсы. Я говорю, да, ходила, и дышали носом, и дышали ртом, чтобы вот действительно этот запах крови и так далее. Вот само даже вот это озвучивание мне уже, как говорится, да, кровь приливает к лицу, то есть точно не мое. Ну, и, конечно, боюсь покойников, я тоже про это всегда говорю. Я считаю, что лучше честно сказать, а не так, что, ой, я вот и певец, и жрец, и на дуде, и грец, да, только вы возьмите меня, и первая смена, если действительно вот такое случится. Ну, и потом спросят, конечно, с вас, а почему вы не сказали правду. То есть, конечно, я считаю, лучше сказать правду, то есть у вас будут вот такие ограничения, чем вы будете нахваливать, что вы вот такой незаменимый работник. Ну, помните, да, незаменимых нету, поэтому лучше рассказывать правду. Ну, и, конечно, можно всегда рассказывать то, что вы хотите рассказать, но помните, действительно, чем меньше знают люди про вас, тем лучше они спят. Ну, и, конечно, первый вопрос, который задают мне, сколько я лет живу в Финляндии, почему я в Финляндии, почему я, как говорится, вот на старый след, как говорится, поменяла свою работу и так далее, и так далее. То есть, конечно, любопытство у работодателя все равно есть. И помните, в Финляндии закон, если, не дай бог, вы, вот, как говорится, уволились, может быть, с каким-то скандалом или даже с какой-то статьей, что-то там случилось, и новый работодатель будет звонить вашему предыдущему работодателю, работодатель не имеет права сказать ничего негативного. Если это вы узнаете, это выльется всегда вот в такой скандал, да, конечно, это всегда большая проблема, поэтому люди соблюдают, финны законопослушные, если вот эта пюкала есть, что нельзя говорить ничего негативного. Я, ну, просто на 99,9% думаю, что так оно и есть, работодатели не рассказывают, если действительно вот какой-то скандал вас узволили и так далее. Ну, и есть характеристика, там, конечно, написано ваше последнее место работы, если что-то вот действительно они хотят узнать, всегда можно позвонить, всегда они посылают почту и так далее, и так далее, что какой вы был работник, справлялись, прогуливали, опаздывали. Вот типичные вопросы, что спрашивают. Да, финны не прогуливают, но могут быть вот такие странные, которые просто, как говорится, забудут сообщить, что они заболели. Да, такие тоже экземпляры есть, и опаздывать это вот у некоторых в крови. Я помню, когда работала, у нас был вот такой мужчина, один раз я была с ним в смене. Смена начиналась в 13 часов, в полвторого человека нету, в два человека нету, в полтретьего человека нету, и я вообще в шоке, думаю, неужели я останусь одна, вот сейчас 3 часа уйдет. Первая смена, и что я буду делать? Ну, и я взяла телефон и стала ему надрызгивать. Оказывается, он заболел, и он забыл сообщить, что вот он заболел. Я, конечно, просто была в таком ужасе, слава богу, что до меня дошло начать, вот как говорится, трезвонить, пока не ушла первая смена, а не так, что я осталась одна. И что делать, как говорится, куда бежать? Ну, всегда есть другое отделение, туда можно прийти, попросить помощи, конечно, да, не боги горшки обжигают, но я в этом плане всегда перестраховщик, как говорится, поэтому я начала бить тревогу. Да, есть вот такие экземпляры, и уже в следующий раз, если ты с таким человеком работаешь, и его нету 10 минут, 15 минут, полчаса, ты уже начинаешь бить тревогу, что заболел он, проспал он, сломалась машина, не идет автобус, заболели дети и так далее. То есть, конечно, такие люди, уже ты ставишь себе их на карандаш, а не то, что ты ждешь и думаешь, ну, наверняка опаздывает, сейчас типа приедет. Нет, всегда вот, как говорится, на востре нужно быть. Ну, и я в этом плане точно такая же, если, не дай бог, что-то со мной случилось, я уже ночью начну звонить на отделение, тогда мы все вместе заболели, я помню, как мы лежали плоско-пластом, я уже ночью, пол первого начала звонить в ночную этой смене, говорит, что вот так и так, к утру я точно не околихмаюсь, так что, пожалуйста, на месте моем, против моей фамилии Сайко, то есть я на больничном и так далее, то есть я в этом плане вот такой перестраховщик. Ну, опять же, молодые гуляют и поэтому могут прийти и вот, как говорится, после праздника, и когда предложили, что давайте купим вот такой аппарат, которым можно дыхнуть, я, конечно, всегда так улыбаюсь, ну, с другой стороны, все мы были молодыми, все мы гуляли, и никакая это не проблема, если вот действительно после какого-то праздника человек пришел на работу, все мы люди, все должны понимать, ну, и всегда есть какая-то грымза на работе, если вы вот с такой грымзой работали, вы прекрасно понимаете, что она все записывает и все доносит начальнику, с такими, конечно, нужно очень осторожно, они много раз начинают выпытывать, лучше ничего не рассказывать вообще, делайте, как, знаете, в одну выху влетело, в другое вылетело. Надеюсь, что я ответила этой девушке, ну, и, конечно, когда кончится ваша практика, я думаю, как говорится, смотрите сами, но нужно ли вот это рабочее место, если действительно работодатель уже вас ждет у этого холодильника, дайте потрогать руки и так далее, я бы, конечно, сделала не то, что шаг назад, а искала бы новое место, потому что никогда не знаешь, вы отвергнете этого работодателя, а что у него в голове крутится, одному богу известно, да, конечно, всякие персонажи есть, но и, опять же, лучше, знаете, как говорится, прикинуться, может быть, даже какой-то дурочкой, как будто вы не понимаете, что он от вас хочет, ну, а с другой стороны, может, человек влюбился и позовет вас замуж, я тоже не, вот такой момент тоже может быть, вы можете прямо ему сказать, ты меня замуж хочешь позвать, что ты мою руку просишь, кольцо, может быть, у тебя в кармане лежит, ну, поверните эту ситуацию в шутку, да, конечно, вот в таком возрасте, как у меня, уже легко шутить, ну, если вы действительно вот такая молодая девушка и какой-то начальник спрашивает у вас, замерзли у вас руки или нет, да, конечно, ушки нужно держать на востро, но в Финляндии в этом плане никакая не проблема, помните, за вас всегда заступится профсоюз, не дай бог вы вот на такого героя напишите заяву и так далее, и так далее, будет расследование и я думаю, если он вам предлагал, он предлагал и кому-то другому люди подтвердят и он будет сам вот в такой нехорошей ситуации, так что вы не одна, я вам написала, я думаю, что все будет хорошо. Народ, подписывайтесь, не хворайтесь, вам была Оля из Тампы, из Финляндии, я не показываю в этот раз наряд, у меня платье от фирмы Крем, я много раз показывала это платье в обзоре и говорю, что вот они шьют эту модель, ну, по-моему, каждый год эта модель была, больше, может быть, больше рукав, ниже рукав, вырез В, и вот, как говорится, такой хороший трикотаж платью много лет, но все равно, вот, когда стираешь, кидаешь на вешалку, потом можно надевать, и я достала от оптика эталон очки сейчас вот с таким зеленым красивым поддоном, мне кажется, очень хорошо подходит под это платье. Всем удачи, не хворайте, подписывайтесь. Физкульт, привет!